Доброе утро! Это Детские Вести. С вами Полина Винокурова. В сегодняшнем выпуске самая креативная школа, место, с которого начался наш город. И мэмчики, мэмчики, конечно! Начнем мы с школы креативных индустрий, которая на днях открылась в Ульяновске. Что это за школа такая и почему она креативная, расскажут мои коллеги. Креативные индустрии, они объезжают нас повсюду. А основаны они на индивидуальном инспекте, который соединен с цифровыми технологиями. Как раз наша школа, она будет растить юных, талантливых гений, которые умеют пользоваться правильными, пользоваться цифровыми технологиями. Ну и я надеюсь, будут в последующем радовать нас хорошим контентом, хорошим видео, хорошими фотоснимками и, конечно же, дизайном. В нашей школе представлены несколько направлений. Это студия дизайна и модуля цифрового производства, это студия фото- и видеопроизводства, студия звукорежиссуры и электронной музыки и студии виртуальной и дополненной реальности. Ребята в первый год обучения пройдут обучение по всем четырем модулям, а на второй год обучения они выберут для себя более конкретное направление и будут его изучать более углубленно. Если ты креативный человек, тебе нравится творить, Эта школа специально для тебя! Время для нашего топчика. Кстати, в нем речь пойдет сегодня как раз о фото- и видеоиндустрии. Янина, тебе слово! Осень вступает в свои права, а значит пришло время осенних фотосессий. У нас в городе очень много локаций для ваших красивых фоточек. Если вы думаете, что я сейчас буду говорить про Эдминский мемориал, Венец, Владимирский сад, то вы ошибаетесь. В нашем городе не только там красиво. Виновская роща – один из самых красивых парков в нашем городе. В нем есть сразу пять локаций для шикарной фотосессии. Первая на фоне рыжих, желтых, зеленых деревьев. Вторая на фоне полуразрушенного склепа, такая вся мрачная. Третья на фоне Карамзинской беседки. Алло, 19 век. Четвертая на берегу Волги. Там такие виды на нашу реку. И пятая яркая в парке аттракционов. В общем, место шикарное. Берите себе на заметку. Устье реки Симбирка Тэнгзина впадает в Свиягу. Прекрасное и живописное место в жанре фэнтези. Водная гладь, спрятанная река, рыбки там плещутся. И вообще, посмотрите, в Свияге поднимательнее. Там много сказочных видов. А есть не совсем сказочные, а очень даже городские. Например, колесо обозрения у Аквамола. С одной стороны, супер хай-тек с зеркальными стенами. А с другой стороны, прозрачное зеркало Свияги, покрытое осенними листьями. И все это с высоты птичьего полета. Я думаю, получатся топовые фоточки. Ветропарк на левом берегу. О, это вообще топовое место. Все даже из других городов приезжают, чтобы там сфотографироваться. Поэтому присмотритесь. Ну и завершать наш топчик дамбы на Азовской. Это прямо ожившая картинка из какой-нибудь осенней сказки. Просто представьте. Хрустальные водопады, кирпичная дамба и осенний пейзаж. Что может быть идеальнее для осенней фотосессии? Это была подборка красивых мест для осенней фотосессии. Вы можете выбрать что-то свое, а можете воспользоваться нашими идеями. Например, в парках и лесах можно троить пикни, как и на картинках в Пинтересте. На колесе обозрения можно припасть ладонями к стеклу и запечатлеть осенние моменты. В общем, дерзайте. Творите посты с бабами настоящей золотой осени. Удачи! У меня для вас новости. Мы придумали новую рубрику. В ней мы будем рассказывать о самых необычных местах, вещах, событиях. И явлениях в нашем городе. В общем, о всяких диковинках. Слово Марине Никифоровой. Иногда диковинкой может оказаться самая неожиданная вещь. Или место. Например, вот как это. Узнали, где я? Да, мы в самом центре города, недалеко от сквера Карамзина и памятника Карлу Марксу. Но сегодняшний наш разговор будет не про них, а про то, как появился наш город. Наш город Симберск был построен в 1648 году. Он строился как город-крепость. Город-крепость на засечной черте. Что такое засечная черта? Это линия укреплений, которыми российское государство отгораживало себя от разного рода кочевников, каких людей. Засечная черта представляла собой ров глубиной 6-8 метров, вдоль которого насыпался высокий земляной вал. Он креплялся деревянными ящиками с землей и заостренными дубовыми бревнами. Укрепление строилось силами 5000 человек, переселенными сюда пушкарями, стрельцами и казаками. Взять такую крепость было невозможно. Это старинное укрепление проходило по территориям современной Ульянской области и дало начало сразу нескольким городам и селам. Она была очень длинная. Это были одни из самых больших, кстати говоря, в истории оборонительных сооружений. Они были гораздо длиннее знаменитой Великой Китайской стены. Но Великая Китайская стена строилась из камня, а наша засечная черта строилась из земли и дерева. Поэтому она, в общем-то, не так хорошо сохранилась. По назначению засечная черта прослужила недолго. Границы России передвинулись и укрепление стало ненужным. Где-то ее разобрали, где-то деревянные крепости сгорели. Если ехать из Ульянска мимо аэропорта Крымзина, можно вдоль дороги справа увидеть небольшие неровности. Это то, что осталось от Великой Русской стены. И все. Кроме вот этого места, видите, вон ту впадину. Здесь когда-то был глубоченный ров, а рядом высился огромный земляной вал. За 370 лет они, конечно, уже поистерлись, но именно с них начинался наш город. Вот это да! Я теперь повнимательнее буду относиться ко всяким неровностям. Вдруг тоже что-нибудь необычное найду. Кстати, давайте спросим у ребят из других стран, какие у них есть диковинки. Один из самых известных кипрских сельскохозяйственных продуктов – картофель. Выращивается на волосы афродиты более 50 его видов. Почва здесь имеет уникальный состав. Цвет земле придает большое содержание меди. Да и сам остров берет свое название от меди – купру. В таких условиях возревают клубни огромных размеров, которые богаты микроэлементами и витаминами. В Японии есть такая традиция. С первого класса дети сами ходят в школу. Мы собираемся небольшими группами. Шестиклассник ведет всех, а первоклассника держит за руку, чтобы он запомнил дорогу. Мы сейчас находимся на первой. Сейчас у нас сезон тыкв. Здесь есть конкурозный лабиринт. Сейчас мы находимся в лесу Гиппсланд, где много животных и деревья. Пять часов от дома. Тут есть кала и пингвина. Пока! Важная новость, друзья! Наш новый выпуск выйдет не через две недели, а через три. И чтобы вам не скучать, вот вам афиши на октябрь. Сходите в кино! Друзья, всем привет! Ну что, уже успели влиться в атмосферу школьной суматохи и прочих дел? Надеюсь, что да. Ну а чтобы эту суматоху как-то разукрасить, давайте пробежимся по премьерам в кинотеатрах. Уже 13 октября вы всей семьей сможете пойти на комедию «Иван Семенов. Школьный переполох». Что же такого натворил Иван? А вот что. Он учился в элитной школе, но из-за плохого поведения ему пришлось перевестись в самую обычную школу. Но он не отчаялся и стал еще больше проказничать. А что с ним стало, вы узнаете уже в кино. Еще один фильм про приключения «Мой тигр». Мальчик-сирота спас тигренка от злых браконьеров. В скорое время между ними завязалась крепкая дружба. Да-да, именно дружба. Это очень трогательный фильм. Всем советую его посмотреть. Любители мультфильмов, встречайте в октябре Мурмадюка. Это веселая история о немецком доге из США. Каждый день пес попадает в смешные ситуации, из которых выбирается неординарным способом. Но одна ситуация очень и очень вас заставит переживать за Мурмадюка. А какая именно, смотрите 27 октября. В этот же день, 27 октября, выходит еще один увлекательный и не менее интересный мультфильм. А именно «Большое путешествие. Специальная доставка». Да-да, вы не ослышались. Это продолжение мультфильма о Медведе Мик-Мике и Зайце Оскаре. События возобновляются спустя год после их возвращения из очень увлекательного приключения. Официального трейлера у второй части нет. Так что вспоминаем моменты из первой части. Интересно. Уже выбрали, на какой фильм пойдете? Надеюсь, что да. На этом все. До встречи. Первый месяц учебного года подходит к концу. И в интернете появились новые подборки свежих мемчиков. Посмотрим вместе. Субтитры подогнал «Симон» И вот на этой веселой ноте мы заканчиваем наш выпуск. Пусть выходные пройдут отлично, и вы за них успеете как следует отдохнуть. А наша команда прощается с вами. Всем пока! Друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск – самая креативная школа. Местер? Местер. Ну, именно… Да, именно с них началась. Началась. Начиналась с ума курса. Именно с них начиналась ума курса. Если ты креативный человек, а тебе нравится, нравится креативить, еще раз? Хорошо, что я сейчас… В пользу случая хочу передать привет Милене. Потому что у нас есть не пенинские компания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...